Водители ездили профессионально, хочется, чтобы они знали все возможности своего автомобиля и как положительные и сильные стороны, так и отрицательные. Обучение проводится дистанционно. Вместо привычного инструктора рядом, на пассажирском сидении рация. О всех ошибках москвичи рассказывают на расстоянии. Демостабилизация пока выключена. Давим, давим, давим. Водительский стаж Виктории Герасимчук 5 лет. Решила принять участие в мастер-классе, чтобы оценить и свои навыки, и возможности автомобиля. За два дня, говорит, успехи налицо. Более, уже поняла, как машина себя ведет в таких более тяжелых ситуациях. Как их предотвращать, чтобы не попасть в ДТП. Если стаж Виктории только 5 лет, то оператор нашей телерадиокомпании за рулем уже четверть века. Но и он не удержался проверить себя. Без ошибок не обошлось. Газ в первую очередь на переднем приводе. Газ четвертый. Заходя в поворот, нужно просто давать больше газа. Тогда машину будет больше заносить, и выйти из поворота будет гораздо легче. Вот в этом основная была и моя ошибка, и, наверное, может быть, всех участников. И вроде бы все владельцы переднеприводных об этой прописной истине знают. Но только в теории. Практика, особенно зимой, дело другое. Смотреть далеко вперед, заранее просчитывать ситуацию. Думать о том, что может произойти, допустим, пошли на обгон, вдруг какая-то машина выезжает из поворота. Об этом тоже думать. Либо вдруг кто-то навстречу выйдет. То есть эти все ситуации стараться просчитывать на 2-3 шага вперед. И аккуратность, плавность движений. В любом случае, говорят инструкторы, даже если стаж вождения не один десяток лет, осторожность никогда не помешает. Излишняя самоуверенность может закончиться печально. Дорога ошибок не прощает. Рамиль Нуреев, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.